Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы рассмотрим второй инструмент из линейки Adobe Elements – Photoshop Elements. Ссылка на первый скринкаст по Premiere Elements и вообще про то, что это и как устанавливать в описании к этому видео. Photoshop Elements – это маленький Photoshop. Кстати, в отличие от Premiere, который скорее усложняет работу резаным функционалом, Photoshop Elements мне кажется ничем особо не отличается от старшего брата. И есть у меня даже такое подозрение, что он удобнее для рядового пользователя. Здесь также лучше сразу перейти на экспертный уровень. И в целом, несмотря на то, что выглядит все немножечко по-детски, все инструменты, которыми я пользуюсь в классической версии, здесь есть. Сейчас найду какую-нибудь фотку, поэтому я столкнулся со сложной задачей рассказать про Photoshop за три минуты. Понятно, что это невозможно. Я рассчитываю скорее на тех, кто в принципе знает, что такое Photoshop и просто покажу, что здесь все тоже самое. Поэтому просто сейчас сделаю что-нибудь, не особо вдаваясь в подробности. Первое – есть ли тут слои? И есть. Завели слой, скопировали выделенный сегмент, вставили в верхний слой. Вот такие у нас теперь два чувачка. Два меня точнее. Как я скучаю по морю. Так, у нас тут есть эффекты. Их весьма много. И есть еще фильтры. Их, кстати, тоже много. И есть еще графика, бэкграунды, рамки. В общем, куча всего. Профессионалы, скорее всего, сейчас презрительно фыркнут, но профессионалов по графике и дизайну у нас меньше сотой доли процентов. А остальные только полагают, что они профессионалы. В общем, опять же, выглядит немного по-детски, но наличие огромного количества предустановленной графики – это хорошо. Бэкграунд я вставил в нижний слой, а к верхнему можно применить какой-нибудь фильтр. Первый попавшийся пусть будет рисование. А на бэкграунд кинем какой-нибудь эффект. Какая-то вот такая штука. Ой, это он на все кинул. Можно сделать Ctrl-Z, то есть отмену, а можно поискать историю. Есть ли здесь история? Есть. А вот. Все наши действия. Вернемся к предыдущему. Так. Сейчас я подрежу себя чуть-чуть. Так как я работаю с верхним слоем, нижние эти действия не затрагивают. И выровняем посередине. Кстати, тут есть автовыравнивание. Выделяем два слоя и говорим, что нам нужно посередине и по центру. А еще нам надо немного подровнять фото по цвету. Сначала уровни. Это самый частый инструмент для меня в Photoshop. Вот так. И чуть-чуть в синий это надо увести. Вообще, конечно, инструментов тут огромное количество. Еще раз. Рассказать про все это значит рассказать про Photoshop. А значит это как минимум два десятка скринкастов. И плюс еще эти верхние закладки. Фильтры вообще по-моему фотошоповские классические. Так что оставим. Но написать все-таки что-нибудь надо. Без этого никак. Ну в общем классика. Прямо нравится мне, что они не поскупились на функционал вырезанной версии. Напомню, что стоит она в десятки раз меньше классического фотошопа. Цен на сайте я не нашел, но у дилера что-то типа пяти тысяч в бессрочное пользование за фотошоп и семи за премьер. А полная версия фотошопа оплачивается помесячно, напомню, и стоит шестьсот рублей в месяц. Несложно посчитать, сколько он будет стоить за пять лет, например. А по программе Теплодиджит и лобоинструмента премьер и фотошоп можно получить за административный взнос в размере двух тысяч двухсот рублей. То есть один раз платите административные взносы и пользуйтесь программами до ноября 2024 года. Ссылка на программу в описании. Забавный кстати обрезка, да? Тоже конечно немножко по-детски, но может кому-то пригодится. Например мне. И например вот так. Ну и давайте добавим еще слой и добавим какую-нибудь сумасшедшую заливочку. Мне кажется синий будет с оранжевым хорошо сочетаться. Все. Подрезаем и сохраняем. Во-первых, psd, то есть файл, который можно впоследствии редактировать. Во-вторых, можно отсюда же сохранить какой-нибудь JPEG. Но лучше сохранить для веб. Качество на глаз не отличишь, а размер раз в пять меньше. Все. Вот такой мы получаем результат. В общем если про премьер можно сказать, что это действительно не до премьер, то фотошоп элемент мне, например, понравился. Я не использую всех тех инструментов, что есть в классическом фотошоп. Меня их обилие скорее отвлекает, а цена так и вообще раздражает. Все, любите друг друга. Вообще инструмент не так важен. Важно в чьих он руках. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.